В Ненецком округе стартовал конкурс по предоставлению субсидий из окружного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив. Активные жители региона могут получить до 1 миллиона рублей на организацию уличного освещения, благоустройство улиц, дворов, площадей и набережных, озеленение территории. Также субсидию можно получить на создание автостоянок, детских игровых площадок, мест массового отдыха населения и другие проекты. В прошлом году на конкурс было подано 16 заявок из 9 муниципальных образований. Свой двор своими руками. Это доказали жильцы дома номер 5 по улице Ленина. Обустроили полисадник, установили заборы и бетонные блоки, чтобы перегородить сквозную дорогу. В прошлом году решили установить детскую игровую площадку. Детали будущего объекта обговорили на общем собрании и отправились со своими предложениями в администрацию города. Подали заявку для участия в конкурсе общественной инфраструктуры. Помогало нам очень огромное ей спасибо. Это Сочнева Елена Андреевна, начальник управления экономики. Потом Бережной Андрей Николаевич, заместитель главы администрации, чтобы как-то этот проект продвинуть. И мы в общем-то победили. В прошлом году на строительство детской площадки из окружного бюджета выделили 1 миллион рублей. А на деньги самих жителей купили качели, скамейки, песочницу и установили урны. То есть вкладывать в проект, в том числе и средства собственников, обязательные условия программы. Но из-за того, что строительство началось только поздней осенью, часть работ перенесли на это лето. Просто тут немножечко нюанс какой. Пока все эти заявки, потом решения и так далее, подписывались протоколы, уже наступила зима. И в общем-то пришлось нашим подрядчикам делать это в таких условиях, морозы и все. Почему? Качество выполненных работ не по их вине. Не хочу их ругать. Это стройинвест. Немножечко так вот нас не устраивает. Но в данный момент они все вот устраняют. Чтобы проект был полностью завершен, осталось посадить деревья и озеленить территорию. Привести в порядок небольшой сквер, расположенный напротив 42-го дома по улице 60 лет Октября, в рамках конкурса в этом году намерены ветераны рыбокомбината. Место для благоустройства выбрано не случайно. В прошлом там находилась администрация их предприятия. Планируем здесь облагородить территорию, сделать планировочку, засеять красивой травой, сделать дорожки, какие-то деревья выкорчевать. Какие-то новые досадить, скамейки поставить и освободить место под будущий знак. Все-таки необходимо людям помнить, что здесь работали. И вот весь наш поселок рыбокомбинат, так он называется, потому что здесь был рыбокомбинат. Заявку на участие в конкурсе по поддержке местных инициатив формируют и жители микрорайона Старый аэропорт. В планах строительство уличной хоккейной коробки. Чтобы это было в шаговой доступности, бесплатно, дети в свободное от учебы время могли прийти поиграть. И также сами взрослые мужчины пришли и поиграли. А также хотелось бы, чтобы эта хоккейная площадка летом переоборудовалась в мини-футбольное поле или баскетбольное. А это возможно технически. Поэтому собрались мы в прошлое воскресенье на собрание жителей и дружно проголосовали за создание хоккейной площадки. В конкурсе могут участвовать проекты по различным направлениям. От уличного освещения до озеленения территории. Также субсидию можно получить на создание автостоянок, детских игровых площадок, мест массового отдыха населения, на содержание мест захоронения, благоустройство контейнерных площадок. Любое новое начинание, конечно, для этого нужно какое-то время, чтобы люди привыкли о том, что да, этот конкурс, например, проводится ежегодно, и тогда у них уже будет возможность не с наскоку быстрее, лишь бы что-то реализовать. А, давайте площадки, а нет, давайте то. То есть это, конечно, тоже не совсем верно. Все-таки эти решения должны быть обдуманы. Максимальное количество проектов, которые могут быть реализованы по итогам конкурса, определено как для сельской местности, так и для городской. Если для сельчан квота определена двумя проектами, то для горожан четырьмя. В этом проекте могут участвовать как органы местного самоправления, граждане муниципальных образований, инициативные группы граждан, которым небезразлична судьба своих территорий муниципальных образований. То есть те жители, они могут сами определить те приоритетные проекты, которые необходимо реализовать в настоящее время, то есть в данный момент. То есть более насущная проблема, которая есть у них, они реализуют. 89% от стоимости проекта выделяет окружная администрация, 10% вносит в бюджет муниципалитета. Оставшийся 1% – финансовые вложения самих жителей. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 2 июля. Иван Никонов, Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Сергей Качегов, Телеканал Север.